друзья всем привет сегодня для начинающих аквариумистов будет самое интересное видео я в данный момент являюсь начинающим аквариумистом и сегодня я вам покажу новости со своей разводни какие я сделал стеллажи как установил аквариум и потихонечку начал заниматься водоподготовкой подробно все вам покажу расскажу как я это делаю приятного просмотра друзья вот у меня очередной аквариум 200 литров надо будет его помыть продезинфицировать и установить на стеллажи в дальнейшем будут мыться и дезинфицироваться вот эти вот все аквариумы видите сколько уже здесь аквариумов кто-то подарил кто-то отдал это тоже вот люди узнали что тут у меня будет разводней с миру по нитке и у меня будет разводня идемте покажу как все это я устанавливаю перед тем как показать вам свою новую разводню вот тут немножко немножко плавает уже молоднячок рубиновый флаговый меченосец и просто флаговый меченосец вот привез я такую партию пока растет здесь но это все временно ждет сейчас будем пересаживать сейчас водоподготовочка и рыбка пойдет вот видите рубин и обычный но и все они флаговые этого достал но вот перед вами уже силуэты вырисовываются моей разводе значит смотрите сделал я стеллажи вот здесь будет аквариум который был в начале видео огромный большой 200 литров и сверху будет еще остановиться а вот этот уже я установил значит из какого металла я сделал стеллажи допустим вот этот здесь длина пролета у меня метр пятьдесят для такого стеллажа я использовал уголок уголок 4 на 4 толщина металла тоже 4 на ножки пошел у меня профиль 25 на 50 говорят можно было тоньше но был такой под рукой сделал такой значит стеллаж я сварил с металла здесь у меня идут просто вот видите уголок по переднему краю и по заднему краю также я их еще раз для жесткости соединил чтобы не играли поперечины соединил вот раз два три три раза соединил тоже для жесткости и получился такой каркас значит по металлу вам сказал да здесь будет каркас для меньших аквариумов тут на 130 на 100 литров в общем здесь если здесь у нас пролет был полтора метра то тут у нас пролет 95 сантиметров там 98 сантиметров здесь уже пошел профиль 20 на 40 ну чуть полегче профиль пошел все это выдержит так по принципу видите ножки я значит поднялся от земли на 30 сантиметров туда можно ведро поставить можно будет чтобы не холодно было рыбе потому как у меня тут летняя кухня тут зимой не знаю надо будет чем-то подтапливать так по поводу установки аквариума не знаю вот сделал посмотрел посоветовали я пока так сделал если кто-то даст хороший совет то буду благодарен значит смотрите как у меня получается вот на этим уголки но я вам сейчас на этом примере покажу я напилил таких досточек досточек напилил пример вот они видите здесь вот они идут досточки таким образом у меня получилось такое ровно дно потом на эти досточки я установил пенопласт плотный там был по моему 25 плотность такой хороший там был помягче в смысле магазине всего и в общем у меня что получается когда я установил аквариум сверху тут видите все как бы зашло по сантиметру слева справа есть но у меня получился я не знаю это правильно неправильно вот эти вот доски вот они болтались то есть аквариум стал вот эту допустим надавил доску эту 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 зажал а вот эта доска болталась потом еще здесь доска болталась я не знаю может а перекос конструкции может не перекос конструкции в общем доски болтались я под них немножко подложил пенопласта вот здесь видите вот подсунул сейчас вот пенопласт я подставил чтобы доска не болталась ну и начал потихоньку далее наливать воду воду в этот аквариум я наливаю вообще аквариум 200 литров я налил вчера в него 30 литров воды взял из аквариума уже запущенной биологии то есть хорошую воду и остальные получается еще пять ведер я налил от стойной воды вода просто отставилась в емкости выветривалась хлорка больше этого боялся и теперь залил сюда затем взял фильтр из аквариума с запущенным запущенной биологией взял этот фильтр и сюда поставил просто вытащил не губку не мыл там уже время подходило губку мыть я ее сюда поставил это как бы тоже мне посоветовали чтобы здесь запустилась биология полезно для рыбок ловите я отражаюсь вот так привет всем передаю аквариумистом так вроде бы все рассказал по поводу стеллажа показал подложка деревяшка потом пенопласт рассказал вода идет значит с аквариума 30 но буду еще добавляться с аквариума здесь буду потихоньку и еще кстати ребята у меня аквариум был аквариум не новый а поддержанного поддержанный аквариум и рекомендуют наливать его как бы медленно чтоб все это дело потихоньку потихоньку наполнилась водой и не было не перекосов не общем рекомендуют плавно но думаю как раз буду подмены делать и воду сюда наливать и буду отстойную воду наливать вот первые жители значит сегодня этот аквариум уже наверно полтора суток работает но вы поняли да вода здесь было 30 литров с аквариума и 30 литров отстойной первые жители вот такая вот улиточка ракушечка вроде как миланья но в общем разобрались это не миланья а как называется и вам может в следующем видео если будет интересно спросите я вам скажу название этой улитки но это улитка грунтовая которая грунт ворошат грунт кстати я еще не делал сегодня может будет время насыплю грунта значит так это первый житель этого аквариума и также сюда еще я высыпал или выдал но их не видно здесь дафни у меня есть дафни живые я стаканчиком зачерпнул сюда их булькнул тут как раз это зеленая водичка была это будет им питание пускай там дафни плавают разведутся будет хорошо потом рыбка их покушает значит задний фон друзья задний фон я наклеил ну так сейчас его не видно вот тут хорошо видно видите он черный освещение еще не сделал ну все это мастится буду делать постепенно буду все показывать какое освещение фон фон задний фон я наклеил черную пленку то есть я думаю на черной пленке будет смотреться красиво но вот как я наклеил не знаю она пока была вчера влажная вроде бы хорошо прилипала тут вообще ничего не видно сейчас давайте отойду в общем вот так далека если смотришь вон черный интересный фон смотрится будет подсветка будет зелень будет грунт будут рыбы я думаю все это заиграет очень интересно да еще я думаю на аквариум надо поставить крышку вот здесь видите отсеки это вот усилитель здесь идет все это зачистил наждачкой все безопасно все гладко значит будет крышка 1 и крышка 2 я думаю все таки крышку поставлю потому как будет и теплее там водичка не так будет остывать зимой меньше может пыли будет поступать но здесь я еще обязательно сделаю такую как бы занавеску заслонку красиво чтобы все это смотрелось пожар здесь будет подсветка светить чтобы глаза нам это все не светило будет здесь сделана такая шерма занавеска грубо говоря все значит пока у меня фильтр работает фильтр у меня сейчас работает на 50 литров понятно дело что это мало но пока пойдет болтать сейчас посмотрим 50 литров в общем вот такая вот игрушка тут стоит фильтр на 50 литров гоняет воду и как бы все это уже идет такая нормальная водоподготовка я думаю первую рыбу будем сюда пускать гупи а может быть будем меченосом сразу пускать на может и тех и других кинем гупики кинем меченосцы сейчас в наличии у меня вот вы видели рубиновые меченосцы потом есть кое и обыкновенный красный меченосец и берлин берлинец меченосец а по губикам пока только дамба мозаика это red дамба red style вот так называются губки в общем друзья здесь я надеюсь еще сделаю третий стеллаж но на все нужно время вот кстати эта пленка которую я клеил на задний фон эти как клеенка просто черная а вот этот пенопласт который я подкладывал но он достаточно плотно вот я его сжимаю видите он как бы и и давится и и и не давится но я сильно сжимаю сейчас пообедал силы добавились так что друзья вот такие вот у меня новости а еще самое главное я вот посмотрел думаю это очень ценный совет когда будете если будете устанавливать такие стеллажи но учитывается вес да то я вот сделал пятаки думаю чтобы пол пол у меня здесь постелен как называется это прессованная фанера нет прессованная а там под ней по этот бетон ну я надеюсь не продавится на всякий случай вот там в угол я положил уголок здесь вот видите труба идет это буду тут отопление делать чтобы зимой тут было потеплее рыбкам так насчет фильтрации что хотел сказать вот сейчас у меня этот фильтр здесь гоняет но это временно потому как это с аквариума взял с 50-ти метров он сейчас не будет микрофлору нагонять затем я буду добавлять воды я обязательно поставлю сюда мощный фильтр обязательно поставлю сюда грелку обязательно будет сюда воздух в общем все вам покажу у меня уже со дня на день все появится и фильтра мощные там и не мощные слабые грелки я вам потом обзор сделаю всего этого оборудования всей этой аппаратуры которая будет устанавливаться не только в этот аквариум но во все аквариумы посмотрим вы мне если будет у вас желание подскажете какую-то фирма может какая-то лучше какая-то экономичней какая-то интересней в общем все потихонечку будем смотреть рассуждать и разводить рыбку а видео о канарейках и попугаях это все естественно будет будет на моем канале но сейчас у меня вся все внимание на рыбок сейчас запустим здесь потом будем смотреть ходить канарей попугайчиков все друзья всем пока